Встречаются два человека, два следствия. Следствия, еще раз. Я хочу, чтобы вы это у себя в голове заложили на всю оставшуюся жизнь. Мужчина. Крутой вокер. У него вот тут мама, папа, друзья, родня, кино. Ну, в общем, мешочек такой, да? Домик. Девочка, красавица, имеет такой же мешочек. Мама, папа, друзья, подружки, кино, книжки, тетя и еще кто-то, да? Вот они, красотки. Каждый из них, как и каждый из нас, не осознавая, не понимая, что делаю, пытается при отношениях создать вот эту картину. Она свою, а он свою. Значит, общаются мама, папа, друзья, товарищи, кино и книжки. Вот эти вот товарищи только рот открывают. Откуда берется спор? Он ей говорит, нет, будет так. Она говорит, ты, ты, я не поняла, сейчас ты кто? Почему и говорили, притираются? Спор – это разность потенциала, разность мнений. Почему раньше был период ухаживания, полгода, потом помолвка, потом еще полгода? Первые полгода мама с папой там вот эти вот общаются. Потом как-то они… Ну вообще, ну подготовка, ну да, это две системы общаются, вообще две системы. Две системы ценностей, привычек, навыков. Условно, в моей семье принято, что хлеб кладется испокон века на белое чистое полотенце. А в семье моего мужа, допустим, на пакете нарезали по-быстрому. И уровень моего возмущения, а его недовольства будет зашкаливать, если мы не сядем и не определим, да, как это будет. То бишь не найдем ту золотую середину, что это не будет пакет, но это и не будет белое холщовое полотенце, а это будет красивая, допустим, какая-то хлебница. И тогда это будет устаканивание, договоренность. И так по каждому вопросу. Вот эта схема работает, что здесь, что здесь, что здесь, что здесь. Пока человек не войдет и не поймет, вот у него родня была вот такая. У его мужа или у его жены родственников вот такие каноны и такие законы. Почему раньше говорили, приходишь в гости, принимай, разувая, принимай законы в доме. Но ненадолго. Нельзя быть там, условно, слоном в посудной лавке, да. Ты пришел в чужой дом, будь добр соблюдать законы. Точно так же и друзья. Кто-то приезжает на дачу, напился и забылся, а интеллигентная Мальвина, которая вот здесь вот решила, что она такая, да, сидит, говорит, ужас ужасный, куда я попала вообще. А со мной очень хочется напиться и забыться, потому что такого не было навыка-то. А может, это классно, если всех их так много, им так все хорошо. А мне ж мамка не позволяет с теткой в шляпе. И я и сдержусь из последних сил. Откуда следствие это сопротивление? Я не могу себе позволить, значит, и всем остальным я буду запрещать. Спасибо.